Друзья, всем привет! На связи Екатерина Азизова. И нам с Марией очень часто задают вопрос, как при такой загруженности мы все успеваем? В этом ролике поговорим об этом вопросе. И первое, что здесь нужно сказать, это нужно, конечно же, успокоиться. Поверьте, в мире нет людей, которые действительно бы все успевали в том формате, как это имеется в виду. То есть, что имеется в виду? Что по всем направлениям жизни человек успешен, у него все прекрасно, у него там дети всегда накормлены, никогда не бывает бардака дома, все разложено по полочкам, книги он читает, на культурные мероприятия ходит, еще несколько бизнесов развивает и время с мужем на романтическом уикенде проводит. Поверьте, это нереально. Но в любом случае есть несколько рекомендаций, каким образом оптимизировать этот процесс. Этап номер один, это все-таки определиться для себя, а что же я желаю делать? Что мне больше всего нравится в моей жизни? Мне нравится увлеченно заниматься моим хобби, мне нравится проводить время с семьей, или мне нравится заниматься бизнесом, или мне нравится и то, и другое, и третье, а может быть, что-то еще мне нравится, и я не готова упускать свои шансы нигде. Но для того, чтобы спланировать, для того, чтобы действительно успевать и быть успешным, необходимо эти вещи как минимум зафиксировать, что вот эти сферы жизни, они мне интересны, и в каждой конкретной сфере жизни мне интересно именно вот это. Например, в бизнесе мне интересно управление, или в бизнесе мне интересна административная работа, или мне интересен креатив. В семье мне интересна готовка, например, ну, я имею в виду домашние дела, да? В семье мне интересно взаимоотношения с детьми, ну и так далее. Основной принцип, по которому вы бы это будете делать, ну, если, конечно, вы будете это делать, это принцип удовольствия, то есть действительно то, от чего я получаю удовольствие. Это должно быть прописано, и тогда вам станет намного проще расставлять собственные приоритеты. Почему? Потому что лично я считаю, что в первую очередь необходимо планировать жизнь, а не бизнес или какие-то деловые встречи, или какие-то еще непонятные задачи и серии сходить в ЖЭК, сделать документы и так далее. В первую очередь, это очень важно, планировать свою жизнь. Где я хочу провести время с семьей? Как я хочу это провести? Куда я хочу съездить попутешествовать? Как я хочу заниматься своим хобби? Как я хочу получать удовольствие от жизни? И когда вы спланируете это, когда вы поймете, что в течение года, например, у вас уже запланировано 4, 6 или 8 поездок в разные страны, то волей-неволей вам придется подстраивать под этот график ваши бизнес-задачи и в том числе договариваться с вашими семейными, если вы едете не с ними, или планировать поездку с ними. Итак, после того, как вы запланировали свою жизнь и свое удовольствие, после этого, конечно же, важно спланировать свои дела. Для кого-то это дела, связанные с бизнесом, для кого-то это дела, связанные с работой. Но это именно то, где мы самореализуемся и то место, где мы, собственно, получаем средства для того, чтобы реализовывать свои жизненные хотелки. Поэтому следующим, что мы планируем, это планируем какие-то дела, которые нам необходимо совершить. Еще один момент, это в том, что приоритеты в нашей голове соотносятся с какими-то делами, работа, бизнес, учеба и так далее. Но приоритеты бывают и в том моменте, когда нам необходимо отдохнуть. Приоритеты бывают и в том моменте, когда нам необходимо заняться своим хобби, потому что нам давно что-то было интересно там сделать. Приоритеты также должны быть, и они, естественно, бывают, в той области, когда мы хотим куда-то уехать. И неважно абсолютно, хотим мы уехать с семьей, или хотим мы уехать один, чтобы подумать, чтобы осмыслить, что происходит, и принять какие-то новые интересные решения. Так вот, приоритеты, с моей точки зрения, это ключ ко всему, и они не могут быть прописаны на весь год вперед, на каждый день и на каждый месяц. Приоритеты могут меняться, и это нормально. И они должны меняться, исходя из вашей жизненной позиции, и исходя из того, что вы сейчас, на текущий момент времени, ощущаете, как выстраивается ваше окружение, и как выстраиваются события вокруг того, что у вас происходит. Что еще важно отметить в этой сфере? Это важность и необходимость удержания баланса. Баланса между жизненными приоритетами, приоритетами хобби, приоритетами семьи и приоритетами бизнеса или работы. Много говорят об этом тоже, о балансе, о колесе жизни и так далее, и так далее. Мое сугубо личное мнение, что мы всегда должны к этому стремиться. Навряд ли когда-то будет получаться делать это абсолютно идеально. Но стремиться к этому имеет смысл, и сам путь к балансу, и обретение его хотя бы в каких-то сферах своей жизни, это уже успех, и это уже большое достижение. На что еще имеет смысл обратить внимание? Иногда мы понимаем, какие задачи нам необходимо выполнять. Мы расставили приоритеты, мы расписали все дела, мы хорошо спланировали, что нам сегодня надо сделать вот это, вот это, и вот это, и вот это. Но забыли выделить на каждую задачу достаточно времени для того, чтобы сделать ее один раз и сделать ее хорошо. И чтобы потом не возникала ситуация переделки, недоделки, недосмотра, отсутствия фокусировки или, может быть, каких-то недоработок. Так вот, наш мозг, он таким образом устроен, что он либо удлиняет время выполнения той или иной задачи, либо очень сильно укорачивает. То есть у него есть склонность к преувеличению. Поэтому есть очень простые упражнения, и если вам интересно, какие это упражнения, то вы пишите в комментариях, и в следующем видео я вам это запишу отдельно. Но есть упражнения по фиксации времени выполнения тех или иных задач. Их достаточно много, кому-то подходят одни, кому-то другие. И если вы знаете эти упражнения, их имеет смысл проделать, и тогда вы точно будете знать, сколько времени у вас занимает телефонный звонок по работе, средний. Сколько времени у вас занимает составление той или иной таблицы, или сколько времени вам необходимо для того, чтобы сделать какой-то цикл работ относительно вашего хобби. А также, сколько времени занимает помыть посуду, приготовить еду, и сколько времени вы хотите выделять своей семье и своим детям. Седьмая рекомендация в том, чтобы все успевать, это, естественно, мое любимое делегирование. Невозможно успеть все, да и не нужно это. Есть огромное количество задач, которые давно уже необходимо передать другим людям. И вы знаете, очень часто эти задачи не связаны с работой или с бизнесом. Как дома, так и в вашем хобби, так и в каких-то увлечениях. Также, между прочим, и в здоровье, например, и в спорте есть задачи, которые просто необходимо делегировать. Например, в спорте мы все прекрасно знаем, что результаты намного быстрее и выше, если у вас есть тренер. Так вот, изучение этой темы, изучение вашего питания вы делегируете тренеру. Но для этого вы его просто качественно находитесь сначала. То же самое по дому, например. Нет правила, при котором каждый должен дома обязательно убираться. Да, вы должны это уметь делать, но вы не обязаны делать это постоянно. И очень часто на мастер-группе мы слышим о том, что когда люди проходят наши уроки по делегированию, и в принципе у них появляются какие-то новые горизонты, новые задачи, то появляется домработница, например, которая помогает по дому, и огромное количество вещей снимается с обязанностей предпринимателя. Друзья, это далеко не все рекомендации по тому, как все успевать. Их на самом деле намного больше. Я постаралась выделить для вас ключевые, и те, которые я сама считаю важными в процессе формирования нашей жизнедеятельности. Подписывайтесь на наш канал, и если вам интересны упражнения по учету времени выполнения тех или иных задач, пишите об этом в комментариях, и я сделаю для вас видеообзор таких различных сервисов, которые в том числе существуют, и упражнений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!